Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия, в студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии снег местами сильный. Ветер с северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3-8, в горах местами до минус 13, в днём 0-5, в горах местами до минус 10 градусов, на дорогах местами гололедица. Черкесский снег. Ветер с северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 5-7, в днём минус 2-4, на дорогах гололедица. Проект под названием «Центр обучения традиционным ремеслам Карачаева-Черкесии Госуниверситета имени Умар-Алиева попал в топ-5 лучших проектов высших учебных заведений Российской Федерации. В рамках работы центра будут проводиться занятия по направлениям художественная керамика, обработка металла и древесины, а также по искусству войлока и вышивки золотом. О функциях проекта и о том, как можно научиться своими руками создавать произведения искусства, узнавал Алихан Лепшоков. В течение двух дней школьники будут знакомиться с различными направлениями деятельности Центра обучения традиционным ремеслам Карачаева-Черкесии на базе Качагу имени Умара-Алиева. Это прекрасная возможность для молодёжи научиться создавать своими руками произведения прикладного искусства. Специалист Управления по молодёжной политике и социальным проектам Качагу Роберт Баская подчеркнул, что ребята смогут приобщиться к культуре и выявить творческий потенциал у начинающих мастеров. После того, как вас проведут по экскурсии и покажут то, что наши студенты, наши мастера делают собственноручно, то есть это не станки, не Алиэкспресс, чтобы вы понимали, это они сами делают своими руками, вы поймёте свои силы, что вы сможете по итогу делать. К чему это всё? Вы увидите результаты, вы поймёте, какой путь вам придётся пройти, увидите мастер-классы и в феврале, когда мы выходим на обучение, мы все стартуем в школе уже в полноценной, где можно получить будет сертификат о том, что мы прошли обучение. Университет полностью идёт нам навстречу. Центр будет функционировать по пяти направлениям. Один из интересных сфер прикладного искусства – художественная керамика. Преподаватели продемонстрировали ребятам, как можно создать посуду из глины и керамики. Это уже курс по вышиванию золотом, где юные мастерицы смогут украсить полотно из ткани яркими и переливающимися узорами. Для выполнения этих изделий нужно получить необходимые навыки и иметь талант творчества, отмечают мастера традиционных ремёсел. Можно такую работу выполнить где-то за полчаса, за час, например, только с работы. А уже выполнять работу вот такого характера, когда ты создаёшь аналин на изделии, это после точения, это уже занимает много времени. У кого-то неделя может пройти, кто-то за два-три дня может выполнить, насколько он плотно занимается этим делом, то есть сколько времени он уделяет этому. А это уже мастерская, где можно превратить материалы из дерева в различные шедевральные изделия. А здесь создают произведения искусства из войлока. Для нас очень важно прикоснуться к традициям и истории наших народов, отмечают школьники. И совсем скоро проект начнёт работать и позволит организовать досуг жителей и помочь молодёжи определиться с выбором будущей профессии. На этом я прощаюсь с вами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести» на Ногайском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы Ногайской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкёзовым. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok